Зубчатая кайма с пышными столбиками. Вот схема этой каймы. Схему, как всегда, вы сможете найти на моем сайте, ссылочка будет под видео. Раппорт узора 3 петли. Для того, чтобы показать вам на 3 рапортах, я набрала цепочку, и в первом ряду у меня 10 столбиков без накида. То есть это 3 раппорта по 3 петли, плюс 1 петля для симметрии узора. Теперь делаю воздушную петлю, поворачиваюсь в столбик без накида. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И пышный столбик на этом же столбике, где связан столбик без накида. Здесь столбики пышные должны быть невысокими. Я вытяну ниточку вот 3 раза, свяжу столбик пышный с закрепом, ищу воздушную петлю, и пропустив 2 столбика без накида, 1, 2, на третьем свяжу еще столбик без накида. Повторяем такой раппорт. 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Пышный столбик на том же столбике, где связан столбик без накида. Пышный столбик с закрепом, воздушная петля, пропускаю 1, 2 столбика, на третьем столбик без накида. И еще один такой же раппорт. 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Здесь пышный столбик, воздушная петля и столбик без накида на крайнем столбике. Теперь давайте посмотрим. За счет того, что здесь пышные столбики, вот эта каемочка, она, видите, как хочет немножко загнуться. То есть, если вам нужна прямая кайма, нужно добавить к рапорту, допустим, 1 столбик. А вот если вы хотите такую кайму связать для горловины, то как раз вот это закругление будет в самый раз. Теперь, что делаем дальше. 3 воздушных петли, поворачиваемся и на столбике без накида вяжем пышный столбик. Ну, здесь вот 2 раза вытянули ниточку, поскольку воздушные петли. А теперь обвязываем вот эту цепочку. 2 столбика без накида, пико из 3 воздушных петель, самые обычные, еще 2 столбика без накида, и вот на столбике без накида еще пышный столбик. Так же не надо вытягивать ниточку очень высоко. Следующая арочка. 2 столбика без накида, 3 воздушных петли, соединительный столбик в первую петлю, это будет пикушечка, 2 столбика без накида, пышный столбик на столбике без накида, 2 столбика без накида, пико, 1, 2, 3, соединительный столбик в первую петлю, еще 2 столбика без накида, и 1, 2, здесь с краю тоже можно сделать пышный столбик. Вот такая вот каемочка. Давайте покажу образец побольше. Вот так она выглядит, когда связана побольше. Практически одинаково смотрится с двух сторон, но вот с одной стороны поинтереснее, это та сторона, то есть в общем-то изнаночная, где вязали второй ряд, вот первые столбики пышные. То есть эта сторона мне больше нравится. Значит, как вы видите, если вот хочет она, эта каемочка закруглится. Ну вот для образца я цепочку набирала крючком побольше, и все равно это происходит. То есть здесь явно нужно добавить еще столбик, для того, чтобы это было прямо. Ну так, кайма очень симпатичная, необычная, немножечко так вот выпуклая. Чтобы вот она не закруглялась, нужно добавить еще петлю, одну петлю в раппорт. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязальных идей и хитростей. У нас с вами много интересных, неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам! И никаких петелек! Удачи!